Всем привет, друзья! Сегодня решаем следующую проблему. Пропала тяга. Двигатель ужасно проит. Будем разбираться с приводом ремня ГРМ. Есть подозрения, потому что машина стала греться. Есть подозрения на то, что либо слетел зуб, либо что-то еще. Что для этого надо? Снимаем это, снимаем подушку двигателя. Друзья, ну вот, разобрали ремень ГРМ. Ну, привод ГРМ. Хочу вам кое-что показать. А он коленвал. Вот всем известная шестерня привода ГРМ на коленвало. И вот какая песня. Вот здесь вот шпонка у него старая. Покажу вам. Так, вот она встала. Смотрите, какая штука. Это не коленвал шатается. Это вот так шатается, это шестерня. Почти на один зуб. Где-то на 0,7 зуба. Либо разбился шпон паз вот этот на коленвалу. Но он разбился чуть-чуть, видно. Сейчас попробую новую шестерню. Так, вот у нас новая шестерня. Кому надо, это вот подходит на Ланосе 1,6. У меня Деон Убира 1,6. Но это тот же самый двигатель. Так, сейчас я разорву. Так, давайте сравним их две. Значит, справа новая, слева старая. Резкость. Еще. Ну, видно, что слева чуть-чуть. И вот внутри, да? Давайте вот с этой стороны еще. Вон внутри видно, что там половинки нет. А здесь видно, что оно целое. Внутри. А здесь нету кусочка шестерни. Видим, да? Так, давайте поставим, посмотрим. Новую ставим. Не попал. Еще раз. Встала, и все равно она будет меньше, чем было. Но все равно ее колбасит. Однозначно будем ставить, конечно же, новую шестерню. Но здесь еще вопрос по коленвалу. Будем, наверное, заваривать. Я ее даже, вот если туда рукой прислоняю, она все равно колбасит. вот отсюда и пропала тяга. Так, мы дальше сделаем. Ну, что я могу сказать, блин? Тут еще и подсъело сам коленвал. Вот, смотрите. Ставим новую. Сейчас я вам покажу еще люфт. Так, что-то не хочет ставиться. Вот, смотрите. То, что на ползуба она тут гуляет одно, она еще и гуляет вот так. Вот, видите? здесь такая ситуация, что делай, не делай. Горок закрылся. Делай, не делай. Этот шпон пас все равно он будет разбиваться из-за люфта. Сейчас что-то буду смотреть, думать. Так, друзья, будем пробовать заварить полуавтоматом шпонку. я выточил, не выточил, а была трубка вот такая медная. Сделал вот такой вот стерженек. Зачем он понадобится? Этот стержень мы так, сейчас, чтобы было видно. Мы вставляем вот сюда качество съемки. Херня, конечно, но а сбоку будем варить. чтобы убрать этот зазор. Я сейчас струбциной его туда прижму и понеслась. Хочу поделиться конструкцией. Я ее делал полтора часа. Значит, вот проставка медная вверху. Болт скручен в коленвал и струбциной проставка прижата к болту. Все немножко шатковато, но для сварки пойдет. Так, друзья, совсем забыл заснять результат после сварки. Сейчас на пальцах объясню. Вот старый. Я варил электродом двоечка. Ищите единичку, потому что двоечка пробил насквозь этот самый коленвал. Пришлось наварить такую вот гульту на коленвале и просто про болгаркой срезать по его ну, короче, кусок трубки вот этой передней. Немножко срезать для вот этой вот новой шпонки. Ну вот, все работает прекрасно. Вот. Отзывчиво. Что-то сейчас он на газу работает. Вот она отзывчиво встала. Прекрасно реагирует двигатель. Двигатель прекрасно реагирует. Значит, затягивал я этот болт нижний двумя руками просто всем весом поставили мы зафиксировали шкив коленвала маховик вернее. Подвертку туда вставили и я тянул двумя руками прям всем весом. все прекрасно на все про все ушло вот я в один сначал сейчас четыре пять часов сейчас еще доделаю крышку поставлю ну и в принципе на этом все этот гул стоит эта умная труба выхлопная мне Алеша вот слышите ну все всем пока на связи подписывайтесь на канал ставьте лайки задавайте вопросы обязательно отвечу всего доброго